Слышал, что потихонечку что-то сыпается в том углу. Он как-то все так и наполнялся, потихонечку наполнялся, наполнялся. Я думал, ну ладно, ничего. Был такое ощущение, как будто что-то скребушает. Она так сыпалась, потихонечку сыпалась, все. А потом я вышел. У меня здесь лежали вещи мои, тут кучка. И вот он уже начал чуть ли не на полкомнаты, уже спустился. Я вот успел только взять и убежать в ту комнату. Буквально через секунду в комнате рухнул потолок. Деревянный брус вместе с навесным потолком упал в детской комнате. Все сломалось с кровати. Одного ребенка, 10-летнего, тоже сломалось. Тут уже я даже не знаю, что делать. Роман убежать успел. Он выскочил из квартиры и позвонил родителям. Мать Оксана Иваненко приехала сразу. Говорит, когда вошла в комнату, то сумки выпали из рук. А потом стала звонить во все инстанции. Приехали с Дома управления, посмотрели и сказали, ну приедет МЧС, вытащит все необходимые вещи и все. Остальное, так как это ваша собственность, вы будете делать сами. Сотрудники обслуживающей организации выдали Оксане Иваненко несколько документов. Первый гласит, что жить здесь нельзя. Во втором заверенном печати у собственника просят собрать межведомственную комиссию, чтобы понять, можно ли проживать в доме. Прибывшие сотрудники МЧС помогли достать документы из опасной комнаты и необходимые вещи. А после переселили их в маневренный фонд. Семья говорит, что жить там невозможно. И вернулись обратно. Больше жить им негде. Да и в самой квартире опасно. Трое детей и мать с отцом ночуют в комнате родителей. А сам дом, по словам специалистов, трещит по швам. Приезжали 8 числа МЧС. Когда они увидели это, прошли сюда в комнату. И обнаружили, что полоса, когда делался ремонт, им не понравилось, что отходит вот эта щель. Говорят, что такого не должно быть даже при ремонте. Сказали, что это тоже аварийно. В мешках у входа в комнату сложные вещи. Это то, что вытащили сотрудники МЧС. И большая часть все еще находится в опасной комнате. Управляющая компания «Оскопы Плюс» ремонт делать, по словам Оксаны, не хочет. Говорит, что нужно провести платную экспертизу. Даже дали номера экспертов, которые сделают работу подешевле. Ведь задача сейчас определить, можно ли в квартире жить. Или Оксана будет делать ремонт. Генеральный директор также отметила, что помогает по мере возможного. Ну, старый совместный с ГО и ЧС. Принять решение, все собственники жилья там 4 квартиры. Эти 4 квартиры должны принять решение, все-таки провести экспертизу дома. Хорошо, пусть человек заплатит на вот этот долг 54 тысячи. И мы им сделаем ей этот потолок. Генеральный директор сказала, что скоординировать работу МЧС и управляющей компанией, чтобы вынести брус, а задача уже владельцев квартиры. А по поводу ремонта потолка долго утверждала, что это не совсем то, что входит в обслуживание дома. Есть предположение, что в связи с тем, что ненадлежащие эксплуатировали дом, не следили за состоянием крыши, соответственно, из-за времени и ненадлежащей эксплуатации уже обрушился потолок. Если будет установлено, что из-за ненадлежащего состояния содержания крыши обрушился потолок, то все претензии, конечно, нужно предъявлять к управляющей обслуживающей компании данного дома и восстановить потолок должна, конечно, управляющая компания. Анастасия Носова уточнила, что пока сложно установить причину обрушения потолка, потому что нет актов обследования, только с ними уже следует предъявлять претензию виновным. Однако, добавляет юрист, так как жильцы платили за содержание жилья, то и материалы, и работы должна проводить управляющая компания. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.